здравствуйте сегодня займемся обрезкой роз это роза флорибунда у нее такая особенность есть что прошляпил несколько дней и все и пошли новые побеги но все равно же обрезать нужно и так вот своими побегами роза нам сама подсказала где резать мы видим побеги вот смотрите видите вот побег вот пошел оставим вот этот самый 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 такой развитый вот над ним срежем так здесь уже у нас и бутон готов мы тоже срежем все до бутона так тут тоже уже пошли ветки обрежем желательно конечно все больные оборвать листочки с пятнами и потом сжечь на костре так посмотрим что у нас тут есть вот видите тоже все что цвело срезали а побеги уже пошли свежие конечно все мои советы относятся к климату близкому климату белорусу почему я так говорю сейчас конец августа и закончилось уже второе цветение роз в некоторых областях суровым климатом это время уже подготовки к зимовке то есть на третье цветение роз уже можно не рассчитывать тогда обрезка будет более кардинальной для того чтобы растение уже укрывать на зиму то есть осенняя такая настоящая обрезка я эти этого делать не буду во первых я никогда не укрываю розы вот условиях беларуси во вторых я еще надеюсь на третье цветение и как видите вот он начинается вот побеги на них уже формируются бутоны и это роза будет вести третий раз поэтому я ее не обрезаю очень сильно просто срезаю все отсветшее лишнее и вообще не бойтесь обрезать английские розы это гораздо проще чем обрезать чайная гибридная на которых там три побега или пять побега где надо там смотреть на какую почку обрезать чтобы она смотрела на внешнюю часть куста а здесь совершенно неважно это довольно разветвленные кусты как бы ты не обрезал все будет хорошо поэтому не боимся берем секатор и режем ну так чтобы нам в кадр поместиться смотрите а вот это шрап вот как обрезать шрап тут уже есть некоторые признаки черной пятнистости хотя я уже два раза обработала кстати о черной пятнистости я тоже снимаю видео смотрите первую серию скоро выйдет и вторая значит ветки которые заболели мы обрежем пониже так это еще цветет у нас то что уже отцвело просто обрежем так теперь посмотрим сюда что нам тут оставить во первых вот у нас дальше цветет ветка это уже отверстие мы можем полностью убрать это тоже еще цветет это отцвело мы тоже ее убираем это слепой побег на нем ничего нет ну вот тоже убираем вот оставляем только цветущие ветки ну конечно все что отцвело убираем так смотрим еще что у нас вот еще больная ветка тоже без листьев черная пятнистость их обрезаем пониже будем еще обрабатывать так нами легче будет обработать и сокращаем эти все веточки убираем так вот не знаю видно ли вам еще пион у меня я его наклоню немного вот большой такой побег видите отсветший мы его вот так уберем а это у нас чип нтл скорее всего да вот она красавица такая облиственная вся и вот у нее отсветший такой побег там даже еще бутончик есть ну как бы тоже уже дожди пошли и роза опадает значит посмотрим на ее побег такой большой длинный вот тут есть побед покороче он уже стал обрастать но видно что эти побеги будут у него слепые то есть на них бутонов нет поэтому можно смело такой побег обрезать и пониже но все равно бутонов не даст а вот этот большой мы его вот здесь обрежем бутоны а тут все-таки что-то мы ему оставим вот смотрите вот сколько я режу то есть оставляю довольно много надеюсь на третье цветение а это джеймс гэлвей как видите побеги тут около двух метров повторяю еще раз это второе цветение не знаю надеяться или на третье но вот покажу вам вот здесь это место предыдущей обрезки видите вот пошел побег поэтому я тоже вот отсветшие побеги не буду срезать так уж очень низко такая роза она вообще на дерево похоже вот побег от свечи срезали пусть она сама решает будет она цвести еще раз или нет это тоже вот из огромной ветки идет такой побег вот предыдущие цветение было но мы срежем они живут и трассе вот еще собирается тестили эти какие огромные выгоняет ветки вот вместо предыдущей обрезки вот ветка которая цвела давайте это уже оставим что он тут резко и вот так мы вот пониже и такие вот длинные ветки тут уже видно что много всего цвело молодых пока не нет побегов поэтому она такая уже витка обрежем ее пониже и вырежем все вот такое вот данное пришлось взять другой инструмент потому что стволы очень большие на старые и простым ручным секатором их не срезать вот так часть куста отмирает кусты уже у меня очень старые лет уже наверное 9 10 а вот это поросли шиповника идет вот от подвоя как только куст начинает ослабевать сразу лезет поросли на молодых кустах я вам вот скажу что поросли вообще не было первые годы 1 наверное лет 5-6 а потом уже когда кусты стали старыми появляется вот шиповник его тоже надо удалить чтобы его удалить надо искать здесь я вам покажу вот корень прямо с которого это все растет я сейчас положу телефон и вырежу вот этот кусок потому что если мы просто срежем и оставим нити срезали оставили это начнет все равно все расти отнимать силу куста поэтому надо вырезать прямо вот видео так ну вот справилась я смотрите вот пришлось вырезать от корня поросли и если мы вот так поросли не будем убирать она будет оттягивать силы от куста поэтому ее надо убирать каждый раз как обрезаете вот эта ветка тоже она слабенькая я ее тоже вырежу хотя это хотя это вот хорошая ветка тут по 5 листочков но все равно вырежем ее вот здесь вот даже уже творим а нет это тоже смотрите-ка вот идет от поросли а теперь я вам покажу молодой куст вот он был посажен в прошлом году из уже своего черенка то есть это корня собственно роза она еще молодая одну только зиму зимовала вот ее мы обрежем пониже вряд ли она уже у нас подобится на третье цветение значит мне его будем резать пониже где тут мы оставим и так много оставим конечно ей ну так особо не глядя эти побеги они уже тоже цели так и срежем так ветку это разветвление тоже срежем так остался еще вот такой слабенький у нас побег тоже а срежем даже вот всю веточку просто укоротили здесь основами и все и вот это вот сухой готова я постаралась показать все варианты обрезки после второго цветения если остались какие-то вопросы пишите я обязательно отвечу ну а нам пора прощаться до свидания надеюсь до скорого